Всем привет! Вы на канале Sailing Oli. На канале мы будем рассказывать, как мы ремонтируем лодку, готовим ее к путешествию, как жить, учиться и работать на маленькой лодочке 35 футов вчетвером. Я Наташа, муж Сергея, Иви Юнги, Егор и Никита. Задавайте вопросы, мы с удовольствием на них будем отвечать. Ушла я в носовую каюту разбираться с видео, раскладывать их по папочкам, а тут, оказывается, самое интересное прошло. Сережа меня даже не позвал. Что у тебя в руках? У меня блок для предохранителей. Сережа решил сегодня приступить к разбору вот этой бороды. Вот этой красоты бороды. Буду свою бороду делать. Надо смигрировать с вот этой бороды на свою, более хорошо причесанную. Я вот думаю, как это сделать. Куда бы эту штуку так прилепить, чтобы она не пересекалась с тем, что сейчас стоит, и можно было бы плавно мигрировать, переставляя провода. Тебе виднее, я в этом совсем не понимаю. Может, вот так поставить? Надо бы все распутать, связать по папочкам. Мне кажется, неплохо. Хорошо придумано. Вот так или с той стороны так же? Ты думаешь, что еще ты тут хочешь установить? Нифига себе, они совсем сдурели. Зачем ты как длинная? Смотри, здесь. Ужик. Так можно вообще стену продырять. У нас тем временем на улице дождь сегодня, в какой-то веке. Мы успели загерметизировать наш вход, все протестировали. Конечно, там немножечко проливается, но нужно будет немножко уплотнить. Но в целом сейчас вот идет дождь, и там все сухо. Нет, проливается не через уплотнитель, проливается через профиль. В самом профиле где-то там есть какой-то канал, через который льется. Это надо просто этот профиль весь заменить, и тогда не будет. Но оно льется туда, где специальные каналы для отведения воды. Так что не страшно. Что ты внутри вот этого устройства увидел? Что говоришь, разбирать его опять не будешь. А внутри все красиво сделано, хорошо пропаяно, толстые проводники. Амперы, я не знаю, на 30 как раз, наверное, и будет. Ну, здесь по даташиту типа 30 ампер эта штука выдерживает на каждом из каналов. Вот эта минусовая шина, вот эта минусовая клемма. Здесь пульсовые и индикаторы в случае, если предохранитель перегорает. Не надо там смотреть, какой предохранитель перегорел, просто загорается лампочка. И мы видим то, что есть проблемы. Да, очень удобно. Сережа тут сказал, что он копнул глубоко. Я говорю, ты, наверное, самый не рад этому. И услышал ответ. Важно знать, какой провод куда идет, и какой предохранитель где стоит. Иначе в самый ответственный момент, когда в море что-нибудь случится, ну, допустим, предохранитель какой-нибудь выгорит, просто не будешь знать, где посмотреть. А если сам все смонтировал, точно знаешь, что, где, куда идет. Я вот тут провод снял. Тонюсенький проводок идет, один, полтора квадрата. Думаю, куда же он идет, кто такой? Ну-ка, я вот сниму его. Взял, снял. Оказалось, что это наш билдж-памп, который... Жизненно необходим. Да, который должен постоянно быть подключен к батареям и выжирает там... Сколько он? Ампер 10, наверное. А тут длиннющий провод полтора квадрата. Обалдеть. Ну, конечно, он не греется, но все равно неправильно. Вот надо будет его пропустить. Также напрямую батарею. Без выключателя. Вот так вот все будет выглядеть. И показала Наташа на кучу проводов, да? Нет, ты показывал вот эту вот черную твою штуку, которую ты прикрепила, и подсоединяешься к ней. Или я не права? Некоторое количество... О-о-о, ничего себе. Вот это да. Ну и провод. Да, некоторое количество проводов снял. Лишних. Лишние провода. И некоторые в удручающем состоянии. Да, некоторые порванные оказались. Но это не я так снимал. Все еще дождик идет. Сегодня целый день практически дождик идет. Что у нас по электроэнергии? 12 вольт, 18 сотых. Но электричество мало. Но так как это AGM, то в принципе это норма еще пока. Где-нибудь 11,5 это уже будет так плохо. Мы сейчас просто тестируем батареи. Мы стоим-то у причала и электричество у нас есть. Но мы специально отключились и смотрим сколько... Как у нас с балансом в дождливый день будет? Ветра нет, солнца не было, дождь. Ну, с утра ветерок небольшой был. Солнце пару раз выглянуло, но в основном было пасмурно. Поэтому батареи в лучшем случае... Ну, солнечные батареи выдавали где-то ампера 3, наверное. Не более. Вот. Но тем временем мы электричество тут чиним. И я установил китайский блочок. Вот китайцы присылают вот такой вот предохранительный блок. Он же имеет шину минусовую. И вот предохранители с индикаторами. Если заглянуть... Мы уже показывали сегодня. Я снимала. Во всяком случае. У него такой красивый ковер. Комплект наклеечек есть. Но мне они особо-то не подошли. Вот штука-то снимается. На таких защёлочках. Внутри всё хорошо пропаяно. А силовая часть вообще не имеет никакой пайки. Она просто гнутая, улужённая медь. Пока я сегодня там разбиралась. С видео складывала их по папочкам и группировала. Серёжа разобрал и даже меня не позвал показать, как оно внутри выглядит. Я сказал, больше разбирать не буду. Там шесть саморезов. Очень неудобно разбирать. Но качественно всё сделано. Вот. Поставил я её сюда. И потихоньку распутываю вот эту бороду проводов. Потом сделаю жгуты, которые будут подходить к двум таким коробкам. Одна здесь, другая с другой стороны. А посередине будут аккуратно выложены жгуты. Было вот так вот. И потихонечку преобразовывается. Будет вот так вот. Что так вот? Там ещё жгутов нет, ничего нет. Там жгутов нет. Перекладывание проводов, которые у нас шли на Автопилот. У нас на Автопилот провода шли напрямую от клемм аккумулятора. Автопилот имеет две части. Одна это как бы Head. Это управляющий модуль. Там нагрузка малая. 3 А. Юз у него стоит. И другая часть, это часть, которая управляет двигателем Автопилота. И это мозги Автопилота, которые исполняющие уже. И вот там фьюз должен стоять на 7,5-10 А. И вот они оба были запитаны от аккумулятора без каких-либо... А! Был переключатель на головную часть. Такие дурные провода, толстые в резиновые оплётки. Трёхжильные. Одна жила из них не используется. Толстенные. Я их, конечно, перекладывать не стал. Я их просто завёл в другую сторону. То есть, они шли прямо к аккумуляторам сюда. С кормы. Аккумуляторы. Да, с кормы. А я их переложил в рундук. И вот они сюда теперь приходят. То есть, там силовые клеммы стоят большие. К ним подключены... В рундуке вот здесь. Подключены провода вот этой разводки. А сюда уже подходят провода от автопилота и его головного модуля. Ну и, соответственно, выключательный панель выведен. Это который у нас не работает? Сейчас уже работает. Или который рабочий? Сейчас уже... А, нет. Который... У нас есть запасной автопилот старый. Raymarine ST4000. Который на руль вешается. Из-за этого у нас руль такой странной формы. Вот. И у него... Ну, у него ременной привод там и всё это. Мы его сняли. Сняли его двигатель с нактоуза и с руля этот... С руля сняли, как его называют-то... Шестерёнку, что ли. Ну, короче, весь привод сняли. А его головной модуль, то есть, коробочку, которую управляет им, оставили на панели приборов. Итого, в случае, если у нас откажет основной Raymarine, который достаточно свежий, гидравлический, с гидравлическим приводом, то мы, в принципе, можем там за полчаса привинтить обратно старый. И он как-то, может быть, порулит даже. Нужно будет, кстати, потестировать его. Если что, у нас команда большая, кто-нибудь всяко может постоять у руля. Правильно? Это актуально для переходов через Атлантику, который на много дней. А так всё хорошо. Ну и тем более лодка у нас такая, что на большинстве курсов она идёт просто... Отпускаешь руль и всё. У нас гидравлический привод на руль, поэтому обратной связи на руль вообще нет. То есть, ты его просто отпусти, он так стоит, и перо руля стоит, оно никуда не двигается. Поэтому фиксировать как-то руль не нужно. Его просто отпускаешь, и лодка движется сама, никуда особо не рыскает. За счёт длинного киля, наверное. Но не на всех курсах. На Бейдавиндии её всё... На попутном курсе её колбасит. На Бейдавиндии она нормально идёт, а вот на попутном курсе её начинает то вправо, то влево волной пинать. Так. That's all. Когда мы приехали на лодку, тут всё освещение было на лампочках накаливания. Немцы, ну, предыдущие владельцы, видимо, очень любили лампочки накаливания, а я их люто ненавидел, потому что я знал, что они потребляют очень много энергии. Но они использовали лодку в качестве дачи. Они сюда приезжали просто и периодически на несколько дней куда-то выходили. Ну, окей. Но, как минимум, эти лампочки постоянно менять надо. Автономности у лодки не было совсем никакой. Да, это факт. Ещё купить стартерные аккумуляторы для сервисных нужд, это вообще было дичь. Они, видимо, в местный магазин. Ну, я точно знаю, что они в местный магазин в Марине пришли, сказали, нам бы аккумуляторы. Ну, мы выдали аккумуляторы, там такие же куши сидят. Вот. А к чему это и всё? А, мы приехали, и у меня первая идея была заменить все лампочки на светодиодные. Я так думал-то на Амазоне куплю, они дёшево на Алиэкспресс стоят. Думаю, сейчас я на Амазоне всё куплю. Смотрю, а там ценник такой за лампочку по 7 евро. Я так думаю, ничего себе, это лампочка 7 евро. Но я взял спитера, спитера я взял светодиодную ленту высокой яркости, плотности светодиодов. Короче, там один маленький отрезок вот внутри светодиода, который как раз на 12 вольт. А он светит по яркости примерно как вот лампочка, которая... Ну, покажи вот эту лампочку. Вот такая вот лампочка. У нас сейчас почему-то в фотоаппарате баланс белого бегает. Сюда и сюда, не понимаю. Пускай бегает. А так вот, и взял я этих светодиодных ленточек, наклеил в каждый светильничек. И припаял контактом прямо с помощью паяльника. И всё. Нет у нас никаких проблем теперь с освещением. Всё освещение включаю. Электричества практически нет. Но мы сейчас тестируем условия автономности. Если дождь и нет освещения. А у нас в коридоре, в кокпите, везде горит свет. На водке коридор. Да, за счёт этой ленты освещение. То есть, один кусок ленты, я не знаю, сколько я на него потратил. Я его купил вроде за 400 что ли рублей в Питере. Я не на Алиэкспресс его заказывал. Я купил хорошую ленту в Питере, которую заказывают они на Алиэкспрессе. Вот. О, прикольно. Она даже мигает. Поэтому, если хотим перейти на светодиодное освещение на лодке, дёшево, то нужен паяльник и светодиодная лента. Хорошая, яркая. Нам приехала посылка, и мы теперь будем её распаковывать. Не разрезал? Нет. Не разрезал. Надо же сказать. Вот колёса. Саменькие. Не разрезал. А теперь здесь диски. Попробуем её подкрыть. Вот, видите, тут всё. Опа. И вот я заказал серый диски. Там есть красно-серый, чёрно-серый. Я вот такие. А чем они так хороши? Они алюминиевые. Мне понравился ещё такой цвет. Серый-чёрный. Тяжёленький? Да, тяжёлый. Можно я открою? Ну да, тяжёленький. Попробуем, очень мягкий. А откроешь? И лёгкий. А можно я открою тут шины ещё? Ножик, Лёг, не режь? Ну, ракошины. Не режь на столе. Ну да, открою. Нет, не тут. Егор, открывай. О! Вы видите? Это в одной. В этой упаковке. Эх. Потом в этой упаковке. В этой упаковке. Потом в этой упаковке. А потом уже в этой. Диск. Так, вот. Мы открыли первый диск. Это Бэдлок. Смотрите. Опа. 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 Не, ну ещё надевается. Ага. И можно вставить... Вот. Первая часть. Внаружи. Внаружи чёрная. Она серая. А как собирается-то? Сейчас. Сначала это серединка. Вот так вставляешь. И вставляешь вот так. Надо встать... А резина-то где? Резина вот здесь. Круто! Круто! Вот так вставляешь. И заклеиваешь. Не заклеиваешь? А! Приклеиваешь. И приклеиваешь. Не думаю. Раз бы блоки, то не приклеивается. А винтиками скручиваются. Мы с мальчишками сегодня решили пойти позапускать машинки. Недалеко от дома. Сегодня утром был сильный ветер. Дождь. Но потом выглянуло солнце. Ветер прекратился. И стало даже жарко. Мы одели куртки. Теперь эти куртки пришлось привязывать на пояс. Участливая цвессия. Участливая цв 생각이... Участливая цвonto. Участливая цвс. Без комментариев Едем дальше Искать новую локацию Искать новую локацию Тебе машину не зальет Ты ее прямо на берегу оставил Сейчас какая-нибудь полна большая придет И тебе зальет машина Так, тут не пройти Нужно возвращаться обратно Такая маленькая лагуна Так может и обрызгать Да Сегодня новая локация Для машинок Очень большой уклон Заедет до самого верха Кошечка И даже не прочь пообщаться Обычно они убегают все А тут кошка И очень похожа на Барсюшку Смотри, играется Игручая кошка Ой, все Мне кажется, убегать пошла Убегает кошечка Нет, кошек уличных не гладим Думаешь? Мама 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 Мам, сейчас на тебе бы заработать Почему? Хорошенькая Но гладить не будем О, Егор, она играется Нет, не трогайте Не трогайте уличных кошек А мы идем дальше Егорыщ Давай, запускай свою машину Пойдем Мальчишки очень хотят найти крабиков Да, они думают, что здесь живут большие крабы Да, и водичка есть Ой Интересно, бампер отломается или нет? Нет, я уже так не хоресикнусь О, ты сейчас так коркурешься, наверное, раздерешься Здесь же камни очень жесткие, Егорыч Это лава Вот почему мне не нравится Это лава Давай не будем здесь машинку запускать Близко ты не подъезжаешь Сейчас тебе под, а Катя Скоро уже солнышко сядет И нам нужно идти в сторону дома Мальчишки нашли краба Тут прямо подходящее место для их жизни Камушки Камушки, много укромных мест В некоторых местах водичка Попытка номер два Под этим камнем внизу спрятался крабик Здесь камни Здесь камни вытачивают Да, и справка украл Следующие несколько дней будет полный чтиль Можно будет плавать на сапе Потеплеет будет 20 градусов Приближается лето, будет жарко Будем купаться И уйдем из марины на якорь Будем путешествовать Шоу А если не удастся это шоу То что будет с твоей машиной Как думаете, заедет до самого верха? Никита, подстраховывай машину сверху Иди подстраховывай машину сверху Да, там все хорошо Игорка решила изменить позицию Чтобы лучше было видно И легко заехал А теперь как ехать? Спасибо за просмотр видео Надеюсь, вам было интересно и полезно Если у вас остались какие-то вопросы Пишите их в комментариях Мы с удовольствием на них ответим С вами были Егорка, Микитка, Наташа и Сергей Подписывайтесь на канал Ставьте колокольчик о уведомлениях О новых видео Чтобы не пропускать наши новинки Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok